Сейчас уже очень смутно, помню, я уснула 4 года. Ну, меня понесли в больницу, естественно, сказали солнечный удар. И через 3-4 дня проконстатировали мою смерть, выдали родителям, меня похоронили. И дедушке приснился сон, и меня выкопали. Выкопали и отвезли в областной центр. И там, не знаю, то ли рентген делали, то ли что-то, какая-то мышца у меня сработала. И они сказали, что да, действительно, сомнений нет, она живая, но мы ее не поднимем, везите выше. Поэтому папа позвонил брату в Ташкент. И тут сказал, сейчас посылаю самолет, и меня отвезли в Ташкент. И в 1969 году, 9, мне кажется, июля, меня перевезли, ну, дядя забрал в Ташкент, где я пролежала 16 лет литровического сна. Ну, уже не могу сказать, что помню, но иногда всплывает, что я там жила, я не спала. Ну, хотя я здесь для них спала, но я там где-то жила. Жила, потому что... Дядюшка был, который учил меня, и я там проживала какую-то своеобразную свою жизнь. Я вообще, когда проснулась, я, во-первых, не понимала, кто такие папа и мама. Но у меня сложилось такое впечатление, это я сейчас потом, а после, ну, как бы осознала, начала осознавать о том, что мама как бы отвыкла от меня, она меня даже побаивалась как-то. Для нее было слишком чудно мое то ли поведение, то ли образ той жизни, которую я вела, но она меня сторонилась. Ну, и папа, как бы, в свою очередь, забота о остальных детях, о своей жизни, как бы. И у меня не было какой-то такой, скажем, привязанности к ним. Ну, и как-то вот так вот. Я проснулась в 1985 году, 29 августа. И так, потом меня забрали, маму, папу, в общем, нас забрали сюда, в Москву, на обследование. Потом нас опять отвезли домой, я там побыла, потом опять меня забирали на обследование сюда. Ну, в общем-то, обследовались, что я осталась в Москве. Ну, были люди, которые все говорили, как, как. Ну, для меня не существовало холода. Я не знала, что такое голод. Естественно, одежду я тоже не понимала. Я могла, какая я есть такая, и пойти, но этого они не понимали, естественно. Мир этот меня не принимал такой, какая я пришла снова. Не существовало слово невозможно, или там страшно, опасно. Вот это все. И они вот проверяли. Ломали головы. Говорили, быть не может. Такое невозможно. Но на самом-то деле оно было, произошло. И имеет место быть. За те 16 лет, что я спала, ну, на земле, так скажем, я там жила в этих мирах, и ни в одном миру жила, в разных. Я помню, там квадратный был мир, мир круга, газовый мир был, и разные миры были. И в огненном миру было, и в огненном миру было, и в водяном миру. В общем, не могу это сейчас досказать. Это надо как-то чувствовать, что ли, или пережить это снова как-то. Не могу передать вот это вот все. Помню, мы были в саду, я собирала яблоки, и тут зазвонил телефон. Хотя горной девочке, которая уснула в 4 года, тогда понятия вообще такого, телефон не было. И даже вообще не знала, представления не имела, что такое телефон. Но в тот момент, когда он зазвонил, я знала, что звонит телефон, и знала, что должен кто-то ответить. И типа я проснулась, и услышала, там где-то в уголке стоял такой квадратный радиоприемник, и там шел концерт. Там пел Валерий Леонтьев песню про свой дельтаплан. И я знала эту песню уже наизусть. Тогда знала эту песню наизусть, я ее первый раз слышала. После того, как я проснулась, когда я начала уже бодрствовать, я проснулась, ну маленькая была как, ну 5-летней или 6-летней девочкой. И где-то в течение полутора-двух лет я быстро выросла и остановилась. Ну ученые, которые исследовали меня, искали причину, почему я уснула. Естественно, все, что происходило со мной, они и верили, и не верили, говорили, быть такое не может. Через каждое тестирование говорили, этого не может быть. Но тем не менее, оно было, имело место быть. Для меня не существовало, опять повторюсь, слово нельзя, страшно, опасно, холод не существовал, голод не существовал. Ну и такие понятия, как надо покушать, пойти поспать там или в туалет, грубо говоря, сходить. Вот этого я не понимала. Очень было интересно. Я очень долго не видела людей, до тех пор, пока мне это наверняка в конец-то не вбили, что это люди. Очень долгое время я была еще в какой-то мере там, где я была. И, естественно, вот этих вот земных, которые окружали меня, я их не замечала или не понимала и не воспринимала. Потому что, когда я проснулась, у меня было свойство или, как скажем, дар. Я могла проходить сквозь. Потому что я этих людей не видела, наверное, может быть, не замечала, и я проходила сквозь них. Я шла прямо, как я иду, а в это время вокруг меня эти люди. Может быть, они меня видели, но я их нет. У меня было свойство парить, так скажем, левитировать. Я могла одновременно находиться в трех местах, потому что мир наш триален. Особенно вот после регресса я подумала, что эта душа, когда я уснула, во мне переселили душу. И этот человек, которого уже переселили, он уже знал этот мир. Он уже знал, что такое телефон. И он знал, что такое современный быть, наверное, скорее всего. Я так думаю. А я, наверное, действительно умерла, когда врачи проконстатировали мою смерть в четыре года. И потом свыше сказали, ну не пропадать же такому добру, видимо. За эти 16 лет я была с дедушкой, я там жила. Он меня учил. Он мне показывал, он меня водил. И когда я проснулась, я знала больше, чем, допустим, скажем, сейчас. Это я сейчас отупела. Не использование как бы в быту, нет в практике. И все там запыляется и забывается, и все теряется. Мой дедушка Хаджа Ахмед, которому я являюсь внучкой в 14-м поколении, он меня водил, учил, показывал, учил Коран читать, учил писать, учил видеть мир и чувствовать, скажем так. Наверное, для того, чтобы помочь людям, людей же я же вам сказала чуть раньше, очень мало, надо пробуждать в людях людей. Люди спят, как бы, скажем так. Не проснусь, они только родились, они пришли на свет. Надо пробуждать в людях людей, то есть их личность. Очень много людей, которые просто существуют по инерции жизни, что это называется, душа не покидает тело. Утро, рассвет, вечер, ночь. День прошел и сутки прочь, проснулся, пошел, отработал, пришел, поел, попил, поспал. И вот эта вот рутина и ежедневка, и люди, они забитые, во-первых, озлоблены, во-вторых. И в-третьих, нет доброты. Чувство доброты у людей сейчас очень отуплено, что ли, притуплено, так скажем. А люди даже вот, даже в одной семье нет такой доброты, какой бы она должна была быть у живущих, у нормальных людей. Любовь, доброта, вот эта вот искренность человеческая, вот это вот то, что спасет мир, то, что спасет человечество. А в нашем миру, вот здесь и сейчас, если так разобраться, у нас все искусственно, у нас все как бы сыгранное, как бы все артистическое, понимаете? Нет искренности, что ли, искренности, по-моему, не хватает. Потому что, да, человек, он умный, он обучен, он знает много, но он не знает главного, сути, он не знает свою личность. Понимание этого всего ко мне пришло, когда я уже была здесь и находилась среди, да, так называемых людей. И мне было их очень жаль. Я пыталась, как бы, помочь всем и вся, но меня не понимали, не, во-первых, не понимали это одно, не воспринимали вообще. И говорили, они все мне говорят, ты чего? А я говорю, ау, тогда извиняюсь. Мне очень тяжело было находиться в обществе людей, ну, например, скажем, в том же автобусе, или в троллейбусе, или даже на остановке, там, где очень много людей, потому что я вычитывала информацию с каждого и вся. И вот эта вся информация, которая, кое-которое, которую я успела перерабатывалась, а которая не успевала, она как бы засорялась, ну, откладывалась, понимаете, да? А мозг человека, это как дисксы в компьютере, если много информации, она засоряется. Я пыталась, да, я помню, я к одному подходила, говорила, меня кое-кто понимал, соглашался, и принимали помощь, а кое-кто говорил, у-у, иди отсюда, иди, у-у, но это опять их проблемы. Я тогда даже не понимала, что такое у-у, теперь-то я понимаю, что это такое. Просто, что я хочу сказать, люди, проснитесь, пробудитесь, найдите в себя самого себя и просите, спросите у самого себя, что вы хотите. Все, что вы имеете, это не то, что вам нужно. И все, что вы хотите, это опять не то, что вам нужно. Все, чего вы добились, может в один прекрасный день оказаться вообще не тем, на что вы должны были потратить свою жизнь. Поэтому пока есть время, надо искать в себе себя, находить, войти с ним в гармонию и творить, радоваться жизни. Пора просыпаться и начать жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин